Всем привет, с вами канал Science Daily. Мне не очень хочется говорить о политике сегодня, но и не говорить о ней тоже невозможно. Те события, которые сейчас происходят, и свидетелем которых я сейчас, к сожалению, являюсь, повлекут за собой печальные последствия для России в целом и для российской космонавтики в частности. И не нужно быть политиком, чтобы понять это. Достаточно взглянуть на то, что повлекли за собой события 2014 года. А именно, первое летное испытание российской ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» состоялось в декабре 2014 года. Тогда разгонный блок «Бриз-М» успешно вывел двухтонный макет полезной нагрузки на геосинхронную орбиту. А знаете, когда состоялось следующее испытание ракеты-носителя «Ангара-А5»? В декабре 2020 года, то есть спустя 6 лет. Запуск марсохода с посадочной платформой российско-европейской программы «Экзомарс» переносился уже два раза. С 2018 на 2020 год, а затем с 2020 на 2022 год. Ну а теперь в свете происходящих событий можно говорить о переносе миссии на… даже не знаю на какой год. Далее, миссия «Луна-25», в рамках которой планировалось запустить автоматическую станцию на спутник нашей планеты. Должна была быть запущена в том самом 2014 году. Сколько раз с тех пор запуск переносился, сложно даже посчитать. Мы ждали запуск Луны-25 летом этого года. Состоится ли он теперь? Модуль «Наука», который в прошлом году пристыковали таки к МКС, был изготовлен и собран еще в декабре 2012 года. И уже в апреле 2013 года в РКК «Энергия» состоялись тренировочные занятия по программе подготовки экипажа МКС на лабораторном модуле «Наука». Запуск планировалось осуществить в 2017 году, но состоялся он только в 2021 году. Корабль «Орел», ранняя Федерация, к 2014 году был на стадии технического проекта. И с тех пор мы увидели только макет этого корабля. В начале сентября прошлого года наконец появилась информация, что корабль проходит динамические и статические испытания в РКК «Энергия». А первый беспилотный запуск должен был состояться в следующем, в 2023 году. Теперь по общему числу запусков. В 2014 году Российской Федерации за год было запущено рекордное количество космических аппаратов – 80. Из них 31 аппарат для государственных нужд, 5 коммерческих и 44 малых космических аппарата. То есть, не считая малых аппаратов, было осуществлено 36 запусков. Давайте посмотрим следующие годы. 26 запусков в 2015 году, 17 запусков в 2016 году, и в 2016 году Россия перестала быть лидером по числу запусков. 19 запусков в 2017 году, 17 запусков в 2018 году, 22 запуска в 2019 году, 17 запусков в 2020 году, и, наконец, 25 запусков в 2021 году. А в этом году планировалось осуществить 30 запусков. То есть, Роскосмос еще даже не вышел на уровень 2014 года по числу запусков, но финансирование отрасли, как мне казалось, наконец-то налаживается. Таким образом, после событий 2014 года России понадобилось 7 лет на то, чтобы снова вернуться к космическим проектам. А что будет теперь? Сомневаюсь, что космические исследования, научные программы будут в приоритете в ближайшие годы. Скорее всего, все космические проекты будут заморожены. И сколько лет понадобится России теперь на возобновление проектов по мирному исследованию космоса, об этом остается только догадываться. Вот такие печальные новости.